сегодня расскажу видео в этом видео расскажу что нужно чтобы взлететь на квадрокоптере и попытаться снять какие-то кадры в общем что для этого нужно нужна для этого аппаратура управления передатчик она передает сигнал на коптер и он слушается вас то есть газ это поворот дрона вот так это поворот дрона вот так это поворот дрона вот так то есть это тумблеры то есть на них назначать нужно и их сначала нужно сюда назначить чтобы они здесь работали потом нужно назначить в программе чтобы дрон понимал что это ему сигналы отдаются то есть арм там допустим стабилизации или возврат какой-то ну там масса их много это на эту тему отдельно лучше увидел аппаратуру управления также к ней ну понадобится может быть связь иногда она будет встроенная сейчас актуальная в рс у меня стоит трейсер аппаратуры это первый орган то что вот управлять чем допустим потом нам нужно будет куда смотреть и вижу взгляд от первого лица first person view вот так звучит то есть отече это может быть шлем антенки к нему обязательно чтобы связь была хорошей то если повреждена антенны связи особо не будет то есть может может это быть и шлем то есть сюда мы смотрим это у нас приемник сюда принимается сигнал с дрона то есть дрон передает сигнал и мы получаем картинку вот в этих очках уже ну или в шлеме там неважно монитор может быть или еще что-то так сейчас я уберу эту сторонку с очками понятно я думаю тут какая-то связь настраивается аналоговая то есть любая любое поддерживается я сейчас система цифровые то есть там уже цифровой сигнал эти очки не способны сигнал принимать то есть это тоже нужно учитывать вот потом сам дрончик конечно же это самосбор то есть это я сам собирал вот настраивал также батареечки еще нужны под каждый дрон свои батареечки то есть вес там ток и так далее это все подбирается каждому дрону вот но если вы не допустим не любите паять вы можете купить уже готовую сборку либо попросить на заказ делать я тоже кстати делаю на заказ дом не один уже есть он прям универсальный только у этого человека из такой дрон потому что он с это с выжженным этим как у лазером и логотип вот так дальше продолжим отлекся тема то есть здесь у нас в этом дроне стоит камера куда мы смотрим здесь стоит видеопередатчик вот он передает видео в очки то есть вот это антенка отвечает за видео то есть он отсюда передается и уже смотрим в очки потом здесь стоит регулятор скорости и полетный контроллер регулятор скорости распределяют по моторам от по original Полетный контроль дает информацию, к которому мотору лучше крутиться. Тут еще есть гироскоп. То есть, полетный контроль понимает свои отклонения от заданной плоскости земной поверхности. И, соответственно, он, когда выравнивает, то есть, какому мотору больше нужно крутящего момента придать, он передает на регулятор, и регулятор уже раздает на мотор. То есть, вот такая схема здесь примерно. Я думаю, понятно объяснил. Также вот здесь еще есть приемник вот этого трейсера. То есть, он принимает сигнал. Это вот эти антенки. Вот они у меня по бокам. Но это не стоковая антенна. Я тут уже химичил сам, поэтому... Ну, так лучше не делать, короче. Вот. Что тут еще у нас? Ну, вроде все. Но, чтобы записывать нам хорошую картинку, нам нужна будет GoPro. GoPro, это, ну, я думаю, это одна из лучших, наверное, камер, которая вот подходит для FPV. Там вот такие съемки хорошие. Сейчас еще вот десятки вышли. Они вообще, ну, картинку хорошую дают. Вот напечатан маунт под нее. Под GoPro, а снимаю я на нее. Так. Ну, вроде это... Так, 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 нет, нет, еще не все. Это вот, то есть, со дроном разобрались. Вы, если, допустим, захотите модельку какую-то, сами не захотите паять, вам придется купить готовую модель. Но ее также нужно будет соединить, во-первых, связь пульта и самого дрона с приемником. То есть, это называется бинт. То есть, забиндить, чтобы аппаратура с приемником имели связь. Вот. И потом здесь надо будет еще зайти в программу, там, Betaflight, Falcox или, там, это, AmuFlight. Много, ну, много их, в общем. И, заходя, ты настраиваешь еще, чтобы вот тумблеры, чтобы, допустим, заармить дрон, чтобы он у тебя заработал, закрутились моторы. Здесь еще такие вот есть нюансы для новичков, что пропеллеры надо обязательно правильным вращением ставить. То есть, с ППХ сразу торопясь, не надо, нужно лучше посоветоваться. Вот у меня есть чат, ссылка в описании. То есть, можете заходить в этот чат, узнавать, я чем смогу, помогу. То есть, ну, соответственно, там, без глупых этих вопросов, без оскорблений всяких. Просто спрашиваем. Все там ребята адекватные, все помогут советами. То есть, помогут на чате, если, допустим, вас заинтересовало. Там, и также, если, допустим, DJI захочет. Короче, советов массово. Ссылка в описании, чатик, welcome, ждем. Но, еще забыл один важный момент, что, ну, нам нужна будет зарядка, чтобы заряжать эти вот аккумчики все. Вот, я пользуюсь чином Hobby Line. Черные у меня здесь, пиццы. Также еще и желтенькие. Вот, но это нужно заряжать, чтобы будет зарядка. Зарядка, вот, выглядит примерно вот так. Так, тут разъемчики. К ней еще нужно будет этот блок питания. Поэтому есть сейчас варианты, конечно, зарядок продаются сразу с блока питания. И там много портов, допустим, на них. То есть, по возможности смотрим по своей финансовой и отталкиваемся от этого. Так, еще хочу напомнить моментик. Хобби можно начать с просмотра барахолок. Но, также нужно, ну, пообщаться с людьми, чтобы не попасть в каких-то там неприятные ситуации, чтобы там не кинули или еще что-то типа того. Потому что, ну, людей нехороших везде хватает. Поэтому предельно внимательно и старайтесь, ну, подходить к делу с умом. Ну, я думаю, наверное, все. Я такое особое рассказал. Дальше, я думаю, лучше по органам разбирать. Каждый, допустим, что за что отвечает. Вот. В принципе, старт, начало вот такой. Ну, надо еще, допустим, пропы купить запасные будет. Потому что первые дни тренировок по-любому будут это. И еще важный момент. Пока мы заказываем, допустим, ты вот такой решил. Все, хочу попробовать. Все, такой подбиваешь бумажки такой. И думаешь, вот, неважно ты мужчина, женщина. Думаешь, ты человек, ты думаешь такое. Хочу вот начать. Так, первым делом мы берем, покупаем аппаратуру управления. Для чего? Объясняю. Пока ты ее заказал, пока ты выбираешь остальные комплектующие, ну, там, куда ты будешь смотреть, какой дрон ты хочешь, какие батарейки ты будешь использовать, сначала, первым делом, нужно купить аппаратуру. Советую прям первым убрать аппаратуру. То есть, потом мы качаем на компьютер симулятор, втыкаем. То есть, сюда здесь разъем специальный есть. Симуляторы поддерживают все аппаратуры. Большинство, не знаю, могут быть, конечно, случаи какие-нибудь, но это редко, по-моему, случается. То есть, и начинаем пробовать летать в симуляторе. Чтобы нам не разложить первый дрон прям тут же как взлететь. Потому что ты же не будешь понимать, куда чего рулить. А в симуляторе тебе даст какие-то первые вот эти толчки, азы. Куда стики рулить. Но потом, когда ты будешь дальше продвигаться в хобби, тебе будет это интересно, ты должен еще один урок усвоить, что симулятор также продолжает давать тебе скилл. То есть, чем ты больше летаешь в симуляторе, тем ты потом лучше летаешь в реале. То есть, лучше еще и летать к гонке. Прямо, чтобы конкретно понимать, куда, как дрон движется, в какой момент. Но полет в симуляторе от реальности отличается. То есть, опять нужно будет привыкнуть. Это не так все сложно, как я сейчас говорю. Если тебе это интересно, ты по-любому влекешься, и будешь это делать, тебе будет это нравиться. Поэтому вот первым делом советую купить аппаратуру и начать с симулятора. И там уже продолжаешь, если затянуло, продолжаешь и летать и на улице, и в симуляторе. То есть, обязательно тоже вот так вот. По своим этим полетам я заметил, что лучше, допустим, делать так. Несколько дней отдавать симулятору, и несколько дней реальным полетам, чтобы их не смешивать. Потому что путаешься, и бывает такое отвлечение. Но это тоже такой, знаешь, урок, скажу себе, что ты можешь потом, типа, любой дрон взять и лететь. То есть, такая резкая привычка, что ты можешь быстро переключиться на другой подхват, там вот на другое рулежку. Это тоже дает свой опыт, короче. Вот. Потом, ну, заказали мы это, и заказываем уже остальные вещи. То есть, пока это все идет, бывает, что аппаратура может дольше идти, но ничего, придется потерпеть. И зато будет все, потом ты полетишь и будешь кайфовать, как и я. Так что, я надеюсь, все понятненько, доступненько объяснил. Можешь, если, допустим, ты новичок, пиши комментарий, какая бы тема следующая тебе была интересная. Ну, все, на этом, я думаю, стоит завязывать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok